Рождество Твое, Христе Боже, наш, о сиянина и светра с ума. Рождественская ночь не для сна. Православные встречают спасителя. Во всех храмах и церквях Ульяновской области прошли праздничные богослужения. Местом главного торжественного сосредоточения верующих стал Спасовознесенский кафедральный собор. Мы всегда с нетерпением ждем этого праздника, потому что у нас есть уникальная возможность благодаря вашим молитвам еще раз обратиться к Богу. Кто-то обращается за помощью, кто-то обращается за словами благодарности. Но все мы в случае всегда стараемся молиться по славу нашей страны, по славу нашего региона. Икона Рождества Христова из близлежащего Спасского женского монастыря в фойе ДК Губернаторский. На втором этаже традиционная елка и уютные фотозоны. Атмосфера домашнего праздника. Праздник объединяющий, объединяет сегодня сердца и души. И мы хотели создать такую обстановку, чтобы каждому было уютно и тепло. Большой рождественский концерт подготовили творческие объединения и коллективы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Рождество – время, когда можно начать новый отсчет. Добрым делам, добрым мыслям, ждать чудес и делиться светом. Митрополит Симбирский и Новоспасский побывал на рождественском концерте и пожелал собравшимся мира, любви и единения. Ночная рождественская служба – первое большое богослужение Владыки Иосифа в новом сане и на новом месте. Я родился, вырос, и потом долгие годы служил в таких старинных городах, которые Ульяновск мне очень сильно напоминает. Здесь такая очень приятная, хорошая атмосфера старинного русского города. Праздник все еще рядом. Время встреч, время подарков. Традиционно на рождественской неделе православные волонтеры передают гостинцы в больницы и реабилитационные центры. Вслед за Рождеством православные верующие начинают готовиться к празднованию Крещения Господня. Вера Мещерякова, Алексей Слипченко, репортер 73.